Алексей Петрович, добрый день. На этой неделе мы много говорим о военной безопасности и неспроста, как вы понимаете, потому что каждый день практически приходят тревожные, порой, но очень странные новости о том, что происходит на границах с Западом. Проходят тренировки бомбометания, границы патрулируют военные самолеты, Польша направляет к белорусским рубежам подразделения десантников. Опять же, не могу не вспомнить министра иностранных дел Великобритании, Ли Страс, которая во время визита в Эстонию вдруг прокатилась на британском танке. Вот услышав все эти новости, любой нормальный человек может подумать, Запад готовится к войне? Это очень такой, не сказать, что высокий градус, можно сказать, игра такая рискованная на грани фола, потому что вдруг кто-то оступится, вдруг в польских рядах найдется парочка сумасшедших, которые решат начать войну. С военной точки зрения, то, что сейчас происходит на границах с Белоруссией и с Калининградской области, конечно, назвать подготовкой к полномасштабным боевым действиям, в которые там блок НАТО ринется в нашу сторону, назвать нельзя. Однако присутствует тот самый элемент военной провокации, который может спровоцировать какой-либо конфликт, который может развиться вообще глобальный конфликт. Конечно, за травщиком всего это выступают Польша и Прибалтика. Вся эта шумиха направлена на то, чтобы все-таки добиться определенного единства НАТО в определенных вопросах. То есть, по-вашему, все это нагнетание войной ситуации нужно, чтобы сплотить НАТО, получается, в котором, очевидно, происходит брожение. И беженцы для Запада оказались очень кстати. Такой общий повод, чтобы объединиться для защиты европейских рубежей. Я правильно понимаю? До этого времени беженцы свободно пересекали границу и никто вопросов не задавал. Да, вот после сирийских событий в 15-16 году просто потоки шли беженцев. Но они шли в основном через Турцию. А сейчас в связи с пандемией маршрут усложнился. Белоруссия стала тем пересадочным хабом, через который беженцы со всеми официально оформленными документами едут к месту назначения в Германию. Но тут начинается вот эта вот истерия о том, что якобы мы беженцев используем в качестве какого-то там оружия по развалу Европы. Ну, бред. Но под этот бред Польша выдвинула войска. Польша начала говорить о том, что она задействует четвертый параграф Вашингтонского договора. Это договор НАТО, в котором одна из стран, входящих в блок НАТО, может созвать в качестве для консультации всех других членов НАТО, чтобы обсудить возможность предотвращения агрессии на ее границах. То есть Польша очень высоко подняла планку, и многие страны НАТО оказались к этому не готовы. Я назову такие страны, как Франция и Германия. Для них вот эти эпатажные движения Польши оказались в принципе неожиданностью. Но понятно, что за Польшей стоят Соединенные Штаты Америки. Но Польша, по-моему, не скрывает, что она и вашим, и нашим испоет и спляшет. То есть, с одной стороны, она ждет бенефитов от Европейского Союза и говорит, смотрите, вот, мол, мы стоим у защиты европейских границ. И с другой стороны, она внимательно слушает и выполняется у своего заокеанского партнера. Такая очень хитрая позиция. Польша, как и говорится, что там на всякую хитрость найдется болт с резьбой, она как бы не понимает, коротка у них память. Она, видимо, очень плохо выучила исторический урок 37-39 годов. Как раз в этот период правительство Польши ввели хитрую политику с фашистской Германией, с Советским Союзом, с Великобританией, пытаясь получить определенные дивиденды. Доигралась до того, что в 39-м году потеряла собственный суверенитет. И при этом основной ее союзник, Великобритания, сделала только один шаг. Она эвакуировала марионеточное правительство Польши на свою территорию. Сейчас она продолжает играть такую же роль, но это играет, я сразу оговорюсь, это играют ее политические и военно-политические руководители. Польский народ в своем, как говорят, состремлении еще раз повоевать, я думаю, с желанием не горит. А есть ли, по-вашему, вероятность, что Америка, скажем так, поможет разъединиться Евросоюзу? Ведь очевидно, что США это на руку. Здесь идет вопрос не о развале. Здесь вопрос идет о том, чтобы вычистить из структур НАТО все элементы, которые говорят о национальной безопасности отдельно взятой европейской страны. Национальная безопасность европейских стран после 2030 года будет вторична по отношению к евроатлантической безопасности. И не все страны, конечно, на это соглашаются. Но при этом нужно понимать, что и возразить-то этим странам против США нечего, потому что в военном плане они представляют собой страны с ограниченным суверенитетом. Американцам важно, чтобы Польша, Прибалтика и другие там молодые члены НАТО играли роль такой вот, скажем, своры, который вот это европейского оленя загонит в стойло. В стойло, с которым он не сможет сделать шагу ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево. А уж там с ним поговорят. Вот этой ролью они занимаются. Спасибо большое за интервью. Будем надеяться, что градус напряжения на западных границах уменьшится. И в особенности к некоторым европейским политикам, ну, все же вернется здравый смысл. Продолжение следует...